Всем привет! Рада всех приветствовать на канале. У нас утро. Дотапливаю печь. А мое утро сегодня начинается с вкусняшки. Пью кофе. И вчера вечером поздно испекла пирог из тыквы. Ничего не снимала, но кому интересно, рецепт оставлю в описании. Вечером было уже поздно, был горячий, но тем не менее поостыл, кусочек все равно стянуло. И сегодня это уже у меня второй кусочек. Вот такой вот маленький отрезала. Все пропеклось. Желтенький, видите, это вкрапление тыквы. Замечательный, вкусный очень. И добавила, вот видите, вкрапление темненький. Это изюм. Так что сегодня у меня вот такая вот вкусняшка с утра. Ну, пьем, кайфуем. Я уже говорила, тыкву очень люблю. И пеку запеканки, да, много что из тыквы делаю. Вот в этот раз добавила еще вместе с тыквой изюм. Мне очень-очень понравился. Теперь буду всегда так делать. В общем, вкусный, сладкий и очень-очень сытный. Достала с утра сегодня из морозилки рыбу. Это речная рыбка. К примеру, вот сорожки. Они почищенные уже. Снизу там есть рыбка нечищенная. Вот такая вот есть девушка. Тоже нечищенная. Бывает иногда так, что некогда. Поэтому пакеты на заморозку, когда нужно, достаешь. Но все знаете, что вкус у рыбки, которая полежала, уже не такой, как у свежей. Поэтому мне нужно, чтобы она сейчас оттаила. Я займусь с ней. Что нечищенная почищу и всю прокручу на мясорубке. Пусть пока оттаивает. Достала еще сегодня тоже грибы мои любимые, лисички. Они тоже замороженные. Сейчас тут лежат, тоже оттаивают. Потом сварю себе супчик грибной из лисичек. Обожаю. Это мои любимые грибы. Ну, у нас 2 градуса на улице. Сегодня прохладно. Я сегодня еду. Сегодня еду в соседнее село. Везу маму в больницу. За ней заедем. На улице у нас дождя так и не было. Ни снега, ни дождя. Погода сляковная, мутная. Все серое. Все заезжаем, забираем и вперед. Немножечко вам наших окрестностей. По этой дороге мы с вами часто гуляем. Знаете, мой маршрут. Школа наша показывала вам тоже часто. Березки. Место мое любимое. Утро. Народ идет за хлебом. За продуктами. Наша река. Тоже вам показываю ее часто. Едем с сынулькой. Везет. Давно она не была на приеме. Нужно провериться. Лечение подкорректировать. Поэтому сегодня еду с ней. Едем в больницу. Ничего приятного и хорошего в этом нет. Ну, нужно. О, погода на солнышко. Значит, в путь едем. Все хорошо будет. В общем, 10 минут, даже меньше. 15 километров мы в соседнем селе. Просят тоже поснимать. Кто здесь раньше жил. Но вот солнышко сегодня засвечивает. Но, тем не менее, немножечко вам окрестностей покажем. Кто-то, может быть, узнает свои родные места. Кто отсюда уехал. Так что просьбу выполняю. Снимаю по пути. Ну, мы уже практически подъезжаем. Что смогла, то показала. Все. Скоро на месте. Школа местная тоже уже показывала много-много раз. Тоже зеленая, как и у нас. В нашей больнице подъезжаем. Ну, все. Подъезжающая больница к нам находится. 15 километров от нас. Вот что, идем записываться. Жду маму. Отправили на кардиограмму. Сейчас пойдем на прием. Народ есть, сидят, ждут. Каждый в своей очереди. В больнице чисто. Очень тепло. Светло и уютно. Это вопреки словам, да? Кто говорит, что сельские и деревенские больницы. Наша больница очень хорошая. Так, ну все. Прошли по пути. Коль такой случай выпал. Заедем в магнит, затаримся. Затарились в центре. Здесь вот такие вот рыжики. Смотрится красиво. И погодка-то разгулялась. Солнышко. Ждем нашего водителя. Вон там им пироги вкусные продают. Вот в нашей местной пекарне. Тоже взяли пирогов. Ну и сейчас домой. Чекс магнита. Кому интересно, ставьте на паузу. Смотрите. Медленно-медленно проведу. Итоговая сумма. 1667 рублей. Здесь в пакете крупы. Три гречки, два пшена, два риса. Черловка. Это все собакам. По акциям дешевые. Ну и быстро по покупкам. Так, батоны вот такие дешевые берем собакам. Собакам. Четыре штуки. Последние забрала. Две бутылки масла. Яйца куриные. Десяток из один взяла. Вот такое масло сливочное. Первый раз вижу, взяла попробую. Так, мука. Вот такая беру постоянно. Нормальная. И пойдет и на блинчики, и на оладушки. И хлеб даже с ней пеку. Пойдет. Так, дальше рожки вот такие вот собакам. Тоже дешевые. Бумага туалетная. Так, аськи курица. Так, что еще? Вот такая колбаска полукопченка небольшая. Захотелось, захотелось прям плавленого вот этого сыра. Давно не брала. Сыр колбасный. Так, что тоже взяла. Колбаска вот такая вареная. Пойдет. Во-первых, по акции. Во-вторых, пойдет где-то на запеканки, на пиццы. Пойдет. И качан капуст. Я свою не сажаю, поэтому купила. Ну, вот, в принципе, и все. Все вроде как и есть продукты некоторые дома еще. Так что, в основном сегодня собака. И, ну, масло там, мука, капусточка. А так, сами видите, что купила. Ну, и ценник вам показала. Покупки разобрали. Лисички мои оттаяли. Я варю себе грибной супчик из лисичек. Забросила я их. Они сейчас минут 10 побулькают. А нет, отварные я замораживаю. Отварные грибы. Начистила немножко картошки. Сейчас сделаю обжарочку быстро. Перерабатываю мелкий лук. Вот такого еще много, поэтому перерабатываю. Жалко выбрасывать. В общем, будет сегодня у меня суп грибной. Грибы сварились. Я уже добавляю картошечку. Сейчас минут 10. И обжарку. Обжарку забросила. Булькает. И последние штрихи. Добавляю 2 листика лаврушки. 3-4 горошинки душистого перца черного. И чуть-чуть грибной суп я всегда добавляю чесночка. Мелко порезанного я добавила летний. Он ароматный, запашистый. Так что, никакой зеленушки я сюда больше добавлять не буду. Не хочу перебивать вкус грибов. Сейчас немножко еще проварится все это. Лаврушку потом уберу, чтобы не горчило. Попробую на соль. А, еще забыла. Перчик черный молотый. Сейчас добавим. Ну что, суп мой готов. Я обожаю грибной суп из любых грибов. Очень люблю. Сегодня у меня с лисичками. Сейчас со своим хлебушком. А, последний штрих. Надо добавить еще ложечку сметанки. Цвет, конечно, стал другой. Каждая хозяйка готовит грибной супчик по-своему. У всех свои секреты, свои тонкости, хитрости. Я не хочу забивать крупами, еще раз скажу, с зеленью. Я люблю, чтобы чувствовался вкус грибочков. Обожаю грибы в любом их виде. Ну, а лисички, это, наверное, моя любовь навеки. Так, ну что, я уже немножко отдохнула, перекусила. Почистила рыбу, она уже оттаяла. Нарезала на такие средненькие кусочки, чтобы крутить было легче. И сейчас все буду прокручивать на мясорубке. Два раза, чтобы все косточки все прокрутили. В общем, первый раз пропустила. И все равно вот здесь вот, если потрогать, чувствуются косточки. Поэтому всегда пропускаю два, иногда даже три раза. Решетку поменяла на мелкую. Ну что, фарш мой готов. Часть я убрала в пакет на заморозку. И пропустила, опять-таки, через мясорубку три зубчика чеснока. Брала летний чеснок, он ароматный, вкусный. Так, и луковицу небольшую. Сюда добавляю яйцо. Немножечко соли. Соль по вкусу. Я сейчас попробую. Попозднее, ну, примерно-то плюс-минус. Все знаем, да, как и что. И сюда добавлю еще черного перчика молотого. Все, больше ничего я не добавляю в рыбные котлеты. Можно, кто-то там добавляет, да, приправу для рыбы. Кто-то, специи какие-то универсальные. Кто-то, я знаю, добавляет хлебушек, картошку на мелкой терке. Труд добавляют. У меня знакомая добавляет для сочности, как она говорит, для вкуса. Чуть-чуть майонеза. Котлетки будут пышные и очень-очень вкусные. Но я больше добавлять ничего не буду. Сейчас все это хорошо вымешаю. Постоит немножечко, чтобы все пропиталось. И буду жарить. Будет штучек 5 всего. Картошки сварю на вечер себе немножечко. И сегодня у меня будут рыбные котлетки. В общем, рыбу переработали. Я немножечко еще добавила перчика. Сейчас все постоит, подружится между собой. Пропитается фарш. Не хочу ничем забивать. То есть вот эти специи какие-то. Рыбные котлетки есть. Рыбные котлетки. Хотя у каждой хозяйки свои хитрости. Все, наверное, пусть стоит. Минут 10-15. И пожарим. Мокрыми руками сформирую. И все. Знаю, что меня смотрят знакомые. То есть, которые знают маму. Будут интересоваться. Спрашивать, что и как. Так, сразу скажу, ничего хорошего особо нет. Но мы же оптимисты. Мы верим в лучшее. Сделали кардиограмму. Поменяли ей немножечко лечение. Что-то убрали, что-то добавили. Так что сейчас будем смотреть, наблюдаться. Но в больницу надо было. Не хотела ехать. Я прям сегодня настояла. Сказала, едем. И все. В общем, сегодня съездили. А дальше видно будет, что и как. Так, покупки вы мои видели. Я вам показала. Ну, а фарш получился вот такой вот. Сейчас постоит уже, сказала. И пожарим. Ну, это мои котлеты. Получилось, как я и говорила. Шесть штучек. Одну я уже съела. Ко второй прикладываюсь. Сейчас поближе вам покажу. Вот такие вот они. Пухленькие получились. Жарила под крышкой на медленном огне. Да все знают, как делать рыбные котлеты. У каждой просто хозяйки свой секрет. Сытные. Я и картошку варить не стала. Даже вот этот не могу доесть. Так что сегодня у нас рыбные котлеты. И рыбку переработали. И на завтра мне еще. Вон сколько. Время семь вечера. Смотрите, какая у нас у меня луна. Полнолуние. Мы гуляем с Аськой. На улице не души. Темнотища. Но у нас горят фонари. Включают по вечерам. И начинает подмораживать. Гуляю без перчаток. Руки замерзают. Каждый вечер сейчас с ней ходим, бродим. Раньше народ встречался. Ходили по вечерам. Сейчас вообще никого не видим. Наверное, одними шастаем. Сегодня, наверное, заморозит. Потому что очень-очень прохладно на улице. Ну и девушка у нас такая круглая светит. На улице у нас достаточно тепло. Для октября. 10 градусов сегодня с утра. В пятницу у нас так и не было заморозка. Когда гуляли, показывала вам, что прохладно. В общем, ни дождя, ни снега. Такая вот погода и стоит. Ничего не поменялось. Но немножко-немножко потеплело. Ну а мой отдых подошел к концу. Сегодня выхожу на работу. Так не хочется, не поверите. Как я классно отдохнула. Все дни сбила график. Ложилась поздно. Вставала тоже поздно. Сейчас темнеет. Рано расцветает. Тоже позднее. Дел таких особых уже нет. Так что много гуляла. Много читала. Смотрела фильмы хорошие. В общем, отдохнула по полной. Занималась своим здоровьем, кстати. Были у меня поездки. Но я не показывала это личное. Да, немножечко. Но сегодня встаем в график. Сегодня первый мой рабочий день после отдыха. Идем на работу. Жизнь в деревне кипит. Школьников везут в школу. Местные детки идут сами. Я уже говорила, у нас соседних деревень возят. Соседние деревни и села возят на автобусе, на газельке. Так что я-то пока отдыхала, никуда не ходила. В основном одичала дома. Так что сегодня выходим в свет. Выходные ничего не снимала. Занималась там остатками. Что оставалось? Перерабатывала помидоры. Остатки болтаются уже. Портятся во всю. Лук перебирала. Тоже мелкий гниет. В общем, капусту мариновала. Но снимать не стала. Есть видео на канале уже много. Так что обычные такие дела домашние доделывала. Ну и буду заканчивать это видео. Всем пожелаю только хороших новостей. Мирного неба нам. Всем над головой побыстрее в первую очередь добра. Крепкого-крепкого здоровья. И всего самого-самого наилучшего. Хорошей погоды. Всех благ. Ну и до встречи.